Возвращение в элиту российского футбола. Крылья Советов досрочно стали чемпионами футбольной национальной лиги. Кубок Суперлиги снова в Самаре. Волжские баскетболисты победили в решающем матче финальной серии. Возрождая традиции, в Самаре провели праздничную легкоатлетическую эстафету среди школьников и студентов. Крылья Советов в этом сезоне ФНЛ бьют рекорд за рекордом. В первенстве России уже 16 матчей подряд самарцы не проигрывают. Естественно, такая серия позволила Крыльям досрочно оформить и выход в Премьер-лигу, и первое место в турнире. Также Иван Сергеев установил рекорд лиги по голам за один сезон. А Сергей Корнеленко в своем последнем матче стал главным бомбардиром клуба в российской истории. Подробности триумфальных игр в следующем материале. Дни конца апреля-начало мая для футболистов Крыльев Советов оказались жаркими. График сверхплотный. Два матча в неделю. И даже при таком насыщенном расписании самарцам удается стабильно побеждать. Единственная осечка случилась в матче с Шинником 24 апреля. В Ярославле Крылья сыграли в ничью. После этого самарцы выдали снова серию удачных матчей. Стартовала она с домашней игры против московского Торпеда. Одного из претендентов на повышение в классе. Встреча разделилась на два отрезка. До удаления игрока столичной команды на 26-й минуте и после. До красной карточки гости активно атаковали и даже смогли открыть счет в матче. На 19-й минуте отличился Денис Болонюк. А вот уже после наступил бенефис самарского клуба. Волжане в полной мере реализовали численное преимущество. Еще до перерыва крылья вышли вперед. Сначала на 40-й минуте Сарвели сравнял счет в матче, а затем Дмитрий Каботов склонил чашу весов в пользу хозяев. После перерыва самарцы лишь постепенно увеличивали свое преимущество. Свой очередной, уже 35-й, гол в чемпионате забил Иван Сергеев. На 62-й минуте Сарвели оформил дубль, а завершил и разгром торпеда Андрей Евдокимов, который установил окончательный счет 5-1. После удаления мы, конечно, уже по счету, считаю, что неплохо мы использовали лишнего. То, как мы расставлялись, как мы играли непосредственно с тактической точки зрения, это тоже надо уметь против 10 футболистов. Это совершенно непросто. Но приятно, что футболисты как реагировали на изменение тактического какого-то расклада на поле. Уже в следующем матче Крылья могли официально обеспечить себе выход в премьер-лип. Для этого нужно было на выезде переиграть в областном дерби Тольяттинский окрон. Игра получилась зрелищной и обоюдоострой, с большим обилием голевых моментов. Быстрые скоростные атаки совершали как хозяева, так и гости. Однако первого забитого мяча болельщикам пришлось подождать. Лишь спустя час игрового времени счет открыл бывший игрок Крыльев Артем Делькин. Самарцы ответили практически сразу. Равенство в счете восстановил Иван Сергеев. А уже в компенсированное время он четко реализовал выход один на один с голкипером. И принес Крыльям победу, которая гарантировала самарцам выход в премьер-лигу. Груз в плеч, ответственность, которая была у нас на протяжении всего сезона, немножко спадает. Мы понимали, что Крылья Советов сейчас должны за один сезон возвращаться в РПЛ. И вот сегодня мы смогли вместе с ребятами сделать это большое дело. Мы уже вернулись в РПЛ. Следующим матчем в календаре стала перенесенная игра 35-го тура ФНЛ на выезде против московского «Спартака-2». Победой в этом противостоянии Крылья обеспечивали бы себе досрочное первое место, что помогло бы готовиться к финалу Кубка России в спокойном режиме, не переживая за свою позицию в первенстве. Самарцы открыли счет на 30-й минуте. Забил Иван Сергеев. Для него этот мяч стал 38-м в первенстве. Таким образом, он повторил рекорд по голам во втором по силе футбольном дивизионе России. Он принадлежал Андрею Федькову из Грозненского терека. Столько же он забил в 2004 году. В самом начале второго тайма Иван получил возможность установить новое достижение, но не забил пенальти. Однако позже рекорд все же случился. На 56-й минуте Сергеев замкнул прострел Голенкова. Итоговый счет матча 2-0. Эта победа сделала Крилев досрочными чемпионами футбольной национальной лиги сезона 2020-2021. Главное, чтобы команда завела первое место. Рекорд. Посмотрели бы после сезона, какая цифра. Даже если пенальти не забил, я не расстроился. Потом рекорд хорошо покатил. Мне осталось попасть. А я отпраздновал этот рекорд вместе со всей командой. Потому что благодаря им я забил столько ног голов. Праздник был очень хороший. Мне понравилось. Кубки и золотые медали Крыльям вручали перед своими трибунами. На домашней игре против Краснодара 2. Потому команда не могла испортить такой праздник ничьей или поражением. Матч начался с символического удара по мячу с сыном самарской легенды Сергея Корнеленко. Который позже и сам вышел на поле, чтобы провести свой заключительный матч в качестве игрока. Самарцы не стали оттягивать приятные моменты и начали радовать болельщиков голами с первых минут матча. Сначала защитник Краснодара 2 срезал мяч в свои ворота. На 20-й минуте матча Крылья получили возможность отличиться уже собственными силами. Но Антон Зиньковский не реализовал пенальти. Автогол и незабитый 11-метровый такие же события случились и в матче первого круга между этими командами. Только тогда встреча завершилась ничьей 1-1. В этот раз еще до перерыва стало ясно, что повторения результата точно не будет. На 42-й минуте отличился Горшков и почти сразу же Сарвели установил на табло 3-0. После перерыва Крылья не сбавили оборотов. Давление самарцев на оборону гостей привело к еще одному автоголу. Не мог остаться в стороне от этого голевого пиршества и лучший бомбардир первенства Иван Сергеев. Он отличился на 80-й минуте. А через 3 минуты на поле последний раз в качестве игрока появился Сергей Корнеленко. Трибуны встретили его огромным баннером «Король Поволжья». Это звание и свой высокий класс легенда клуба подтвердил почти сразу после выхода. Своим точным ударом он довершил разгром Краснодара 2 и установил окончательный счет. 6-0. Этот забитый мяч позволил Сергею стать самым результативным игроком в российской истории клуба. На его счету теперь 57 мячей. Если честно, то как будто бы какой-то сценарий фантастической книги. Сначала я был в шоке от баннера. Просто не ожидал. Это реально круто. Это дорогого стоит. И, наверное, на этом стадионе я такого еще не видел. И это на всю жизнь останется в памяти. О поводу гола. Но это я пока, наверное, вообще не понимаю, что произошло. Потому что для меня было просто целью выйти, попрощаться в официальный матч с нашими дорогими болельщиками и родными. А после финального свистка началась торжественная церемония вручения чемпионского кубка и золотых медалей. Повторить эту церемонию и продлить праздник для своих болельщиков самарские крылья постараются 12 мая, когда выйдут сражаться в финале Кубка России по футболу против московского локомотива. Нам бы еще разок в этом сезоне так же эмоционально попраздновать. У нас есть матч, в котором это будет очень актуально. Но действительно у нас получился очень хороший матч. Он получился такой же, ну, разный, как весь сезон. Потому что, например, мы начали там автогол, потом два момента у наших ворот. Тут мы, ну, действительно создавали моменты сами, забили какие-то голы и апогеем, конечно. Это вот выход Сергея Александровича Корнеленко. И ситуация такая, что, наверное, никакой режиссер, никакой хичкоп бы не написал сценарий лучше, чем получилось на поле. Вот, только выходит. И всех бомбардиров этого сезона он убил своим вот выходом, потому что часто такой подсчитывает коэффициент минута гол. Ну, вот он их всех расстрелял в этот момент. Баскетбольный клуб «Самара» – чемпионы российской Суперлиги. Финальная серия затянулась до решающей пятой игры, которую волжане проводили на домашнем паркете. Если не считать предыдущий сезон, который не смогли завершить из-за пандемии, то самарцы выиграли второй титул подряд. О чемпионском матче в следующем сюжете. С тех пор, как в 2012 году в плей-офф в Суперлиге ввели серии до трех побед, лишь два финала доходили до пятой решающей встречи. В 2018 году «Самара» и «Спартак Приморья» выдали уникальное противостояние. Команды побеждали только в гостях. Пятый матч состоялся в МТЛ-арене, и кубок уехал во Владивосток. И вот спустя три года «Самарская арена» вновь принимает главный матч сезона. Теперь в соперниках у «Волжан» Урал-Маш. За первые четыре игры соперники хорошо изучили друг друга, а потому матч начали сходу, без раскачки. В дебюте небольшое преимущество было у хозяев, но к концу первой четверти вперед вышли уральцы. Игроки были сверх мотивированы и настроены. Да, где-то в первой половине что-то у нас не получалось. Там где-то был, так скажем, застой. Где-то раньше, может быть, поверили, остановились. Но, тем не менее, дождали, дожали соперника. Затем лидерство в матче переходило из рук в руки. Но постепенно, благодаря точным трехочковым, «Самарцы» завладели инициативой и ушли на большой перерыв. Пусть и с малым, но все же с преимуществом. В третьей четверти волжане продолжили гнуть свою линию. И разница в счете впервые стала двузначной. Однако четвертая четверть началась с голевой засухи «Самарцев». И игроки «Уралмаш» смогли подтянуться в счете, вернув интригу на площадку. «Самарцы» долго не могли оторваться, но за две минуты до конца все же смогли добыть небольшое преимущество, которое удержали уже до финальной сирены. Соперник играл сегодня очень хорошо. Ту разницу они практически сократили безумными трехочковыми тяжелые броски. Но мы дотерпели, выиграли, все забили фолы. Супер! Я благодарен игрокам. Очень большое, огромное спасибо зрителям за такую поддержку. Мы просто не могли сегодня проиграть. В 86-73 «Самара» побеждает в пятом матче финальной серии и становится двукратным чемпионом российской Суперлиги. И впервые делает это перед своими трибунами. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить наших болельщиков. Ну, мы просто не имели права сегодня не выиграть на своем паркете с такой поддержкой. Я думаю, что у нас самые лучшие болельщики. Без игроков команды-победители не обошлись и различные рейтинги по итогам сезона. Антон Глазунов признан лучшим игроком Суперлиги. Айк Нваму – самым зрелищным. Российская Федерация Баскетбола включила Владимира Печкурова в символическую пятерку сезона. Студенты и школьники Самары возродили традиционную легкоатлетическую эстафету. После пандемии участники вновь собрались на ежегодные соревнования, которые проходят перед праздником Великой Победы. О том, какая команда стала лучшей, в сюжете наших корреспондентов. Анастасия Полынкина занимается бегом уже 9 лет. Девушка постоянно участвует во всероссийских областных соревнованиях. К эстафете, приуроченной к 9 мая, готовилась заранее. Неделя тренировок прошла не зря. На финальном 13-м этапе Анастасия с большим отрывом одержала победу над соперниками. Да, я очень довольна. У нас очень много первокурсников, которые достойны вообще бегать хорошо. Точнее, очень хорошо бегают. И вообще мы остаемся в призах уже долгое время. Очень мне нравится эстафеты бегать. В легкоатлетической эстафете приняли участие более 20 команд. Из школ, вузов и сузов города. Лидеры получили право сразиться в парке Гагарина за звание лучшей команды Самары. Здесь нам очень понравилось. Очень удобное место для того, чтобы распределить участников по этапам. Ну и самое замечательное то, что здесь есть детский стадион, на котором очень удобно наблюдать финишную борьбу, когда решается, кто выиграет эстафету, кто станет призерами эстафеты. Эстафета состояла из 13 этапов для студентов, они бежали на 800 метров, и 14 для школьников, они соревновались на 600. Участников состязания оценивали более 30 судей. Сейчас такие времена, что каждому учащемуся нужны портфолио, для того, чтобы в школе, в вузах за эту стипендию повышают. Поэтому мы, соответственно, каждому участнику получаем дипломы. Также школьники в свое портфолио составляют для выпускных экзаменов. Победителями эстафеты среди учеников стала команда школы 132. Они одержали победу впервые, выиграли соревнования с большим отрывом от соперников и студенты сам ГТО. С пользой для здоровья провели первомайские праздники самарские физкультурники. На набережной они могли приобщиться к разным видам спорта и попробовать сдать нормы ГТО. Подробнее расскажет наш корреспондент. Прокачать пресс, отжаться от пола и прыгнуть в длину для Натальи Керимовой труда не составляет. Она учитель физкультуры в самарской школе. Сама сдает нормы ГТО на золотой значок и ее ученики тоже. В майские праздники традициям изменять не стала. Утро встретила пробежкой по набережной. Заодно проверила свои силы в сдаче физкультурных нормативов. Подруга Натальи Керимовой тоже голосует за здоровый образ жизни. Анна Шубина ни в чем ей не уступает. В выходной день решила посвятить спорту. В основном бегаю, физкультурой занимаюсь, иногда йогой на ковриках. Очень мне нравится у нас. И мне кажется, что это здорово, что у нас есть такая возможность в городе для жителей заниматься на улице. Не отстают от молодежи и пенсионеры. Они предпочитают модную скандинавскую ходьбу. Два-три круга по набережной для них норма, а старики-физкультурники готовятся к чемпионату области. Соревнования пройдут на лыжной базе «Чайка» 30 мая. Люди понимают, что не обязательно летом бросать лыжи. Можно продолжить этот прекрасный вид движения, использовать палки и получать почти ту же эффективность, что и зимой. И получать такое же удовольствие. Ну и готовить к лыжному сезону, и к тому же находиться в форме, да вообще чувствовать много удовольствия от такого движения. Кто не проспал праздничное майское утро, мог познакомиться с десятком разных видов спорта. Как классических, так и экзотических. Начиная от настольных игр типа хоккей и футбола, заканчивая мини-гольфом. Помог саммарцам и гостям зарядиться отличным настроением городской департамент спорта. На этом все. Больших побед вам. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова